Лаббайка ла шарика лака, лаббайк, инна الحمда والنعمата лака والмолк ла шарика лак الحمду لله, уважаемые братья и сестры, мы перед Аллахом, سبحانه وتعالى мы говорим, встаем перед Аллахом, سبحانه وتعالى, в этом ихраме говорим, обращаемся сердцами к Аллаху, سبحانه وتعالى, говорим لباك الله مالباك, мы перед тобой, наш Господь, мы перед тобой Мы перед тобой, наш Господь. Нет у тебя сотоварищей. Поистине, вся похвала, вся милость прижит тебе, вся власть прижит только тебе. И нет у тебя сотоварищей. До исламских период язычники, когда заходили в Мекку, говорили У тебя нет сотоварища, кроме того сотоварища, который ты сам для себя избрал. Мушрики Курайш так заходили в Мекку. И, الحمد لله, нас Аллах с вами в сегодняшний день обрадовал. И нас дам возможность именно быть из тех, которые говорят Нету никакого сотоварища у тебя, и только тебе мы поклоняемся. Когда мы читаем с вами сурату Фатиха, говорим Веди нас прямым путем. И каждый человек, даже если он заблудший, он говорит Я на прямом пути. Тот, кто поклоняется корове в Индии, говорит Я на прямом пути. Тот, кто поклоняется насекомым, говорят Мы на прямом пути. Тот, кто поклоняется идолам, говорит Я на прямом пути. Тот, кто поклоняется солнцу, говорит Я на прямом пути. Тот, кто поклоняется людям, Тот, кто поклоняется пророкам, ангелам, говорят мы на прямом пути но где же он правильно прямой путь к нам говорили на салат армустах им именно в этой тальпе на той коля шариками о мой господь нету тебя никакого товарища один единственный путь поклонение аллаху субхану а те аля том на чем был наш пророк мухаммад салатова алейхи вассалям и сахабы ридвана аллаху алейхим поэтому мы с вами на хамду лилля счастливые люди мы с вами те люди которых аллах она дали избрал на сегодняшний день каждому из вас наверно сейчас приходит из меска звонок брат мой заят и на хотите на работе сделай за нас тура за близкого у кого-то там кто-то заболел у кого-то там проблемы там как своего торговли в бизнесе сделай за меня 2 у кого-то суд намереваете сделано за нас два и так далее и самый что мы мы также здесь просим то а кто-то просит делает акцент на то или иное мы просим аллах субхану а те на здоровье попросим аллах спадра баракат кто-то просит за своих детей чтобы они хорошо закончили школу поступили в университет кто-то просит у богобоязненцы кто-то просит у аллаха имущество кто-то просит успеха в делах и так далее все это нужно но самое великое что мы с вами сегодня сегодня можем попросить уважаемые братья и сестры чтобы укрепил наши стопы на его религии сколько людей субханалла шли по пути аллаху субхану а те аля но перед смертью что-то они спились пути аллаху оставили свои молитвы оставили свои намазы оставили свои поклонения и неправильно на правильный путь повернули ушли за этой жизни поэтому мы не знаем на чем мы с вами умрем сегодня мы с вами альхамду лля в этом шатре на арахате мы не знаем на чем мы уйдем из этой жизни поэтому самый что мы можем попросить у аллах субхану а те аля чтобы аллах укрепила нас на его религии и забрал нашей жизни тоже на пути ислама это было то дуа который больше всего просил наш любимый пророк мухаммад саллаллаху алейхи вассалям когда спросили айшу мухаммад субхану альхи вассалям какой больше всех дуа просил пророк саллаллаху алейхи вассалям на что она ответила кана актеру ядер у больше всего просил аллаху мая му калибалку любит колбе аля денег о аллах оперечу переворачивающие сердца людей укрепи мое сердце на твоей религии и тогда айша удивилась супруга и сказала вот эта шагана на всякая росла и ты боишься за себя у посланник аллаха если аллах субхану а те али не твое сердце укрепит на его религии тогда помимо твоего сердца чё сердце укрепит на религии на что прав мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал лоба юдрика я аиша откуда тебя давно знать его аиша поистине сердца людей наши сердца с вами братья сердца наши с вами в руках аллаха супы налить наклон пожелать так и переворачивай поэтому человек бывает просыпается верующим засыпает неверующим или просыпается верующим после отвечами на верующий что не верующая я б 101 на выбор на меня routinely продает свой религий за гроши ты-то не стала прямо сам лава в этом самый великое что мы сможем попросить автомобилов автор до это чтобы она鉄 укрепил нас на его религии, чтобы мы, аль-хамдулли, если мы умрем на исламе, шахады, то, аль-хамдулли, мы будем счастливы в этой жизни и в вечной жизни, в вечности в раю будем, братья. Поэтому вот так же мы должны понимать, как мы должны обратиться к Аллаху. Сегодня к кому мы обращаемся? Кто такой, к кому мы обращаемся? Чтобы не было вот у нас просто дуа на наших языках, а чтоб мы сердца наши были живые. Давайте с вами вспомним, к кому мы обращаемся сегодня. Мы обращаемся к Аллаху субхану ва-та'аля, который один из его сафатов, ар-рахман, милостивый. Мы обращаемся к Аллаху, субхану ва-та'аля, которая сура названа в честь него в Коране, ар-рахман, милостивый. Аллах, субхану ва-та'аля, описывает свою милость, свое наказание, говорит, что касательно моего наказания, то кого пожелаю, я накажу. А моя милость покрывает все, говорит, субхану ва-та'аля. Милость Аллаху, субхану ва-та'аля, опережает наказание Аллаху, субхану ва-та'аля. Прощение Аллаху, субхану ва-та'аля, опережает его гнев. Поэтому мы обращаемся к тому, субхану ва-та'аля, который милостивый и милосердный. Один раз пророк Мухаммад, салаллаху, алейхи вассалям, проходил и видел, как одна женщина искала своего ребенка после хазва, после одной из битв. И она берет одного ребенка, думает, смотрит, мой ли это ребенок, лет, прикладывает к груди, смотрит, это не ее ребенок. Другого ребенка берет. Третьего и в итоге на суда своего ребенка. Обрадовалась, прижала к своей груди, это мама. И Пророк Мухаммад, саллаху али салла, улыбнулся и сказал, «Как вы думаете, может ли она выкинуть этого ребенка в огонь?» «Калю, ла я, Расулла Аллах». Тогда сахабы сказали, нет посланника Аллаха. Даже если она чужих детей брала, маленьких, грудных, и к груди своей прикладывала, как она своего ребенка выкинет в огонь? Не сможет она милостию к своему ребенку. Ну что Пророк Мухаммад, саллаху али саллаху али саллаху «Иннаху архаму биабде audible и бивол Gentleman» «Я клянусь Аллаху, субханава Та'али. Нету достойного Господа помимо Аллаха Аллах более милостив к своим рабам, чем эта женщина к своему ребенку. Мы сегодня к этому Аллаху с вами обращаемся, братья, которые милостив к нам, чем мама к своему ребенку. К родному ребенку. Мы обращаемся к милостиву Аллаху, Субхану ва Та'ля, о котором Мусе, алейхиссалам, во время Мусе, алейхиссалам, был один человек, который постоянно грешил. И тогда Аллах, субхану ва Та'ля, запретил дождь. Не было дождя. И тогда сказал Мусе, алейхиссалам, всевышно Аллах, среди вас есть грешник. Из-за него я вам манаатугум амин матор. Из-за этого грешника я не даю вам дождь. И тогда Мусе, алейхиссалам, собрал всех своих сподвижников, свой народ и сказал, о тот, из-за которого Аллах, субхану ва Та'ля, не дает дождь. 40 дней не дает нам дождь. Покажись, выйди на люди. И этот человек понял, что идет речь о нем. И как ему было стыдно выйти из народа. И тогда он сказал, я, Рабби, я грешил, я ослушался тебя. Сейчас я прошу тебя прощения, я, Рабби. Сейчас я прошу тебя прощения и не ставь меня в неловкое положение. Прости меня. И пошел сильный обильный дождь. И пошел сильный обильный дождь. Тогда Мусе, алейхиссалам, спросил, что случилось? Аллах, субхану ва Та'ля, сказал, я, Мусе, о, Мусе, из-за этого, из-за него я вам не давал дождь. Из-за него я сейчас вам даю дождь. Из-за его тяуга. Тогда Мусе, алейхиссалам, сказал, арини, я, Рабби, покажи мне его, мой Господь. Тогда Аллах, субхану ва Та'ля, ответил, я, Мусе, я же его, скрывал его грехи, когда он грешил. А сейчас он попросил прощения. Неужели я его поставлю в неловкое положение? Это мы обращаемся сегодня, братья, к этому Аллаху, субхану ва Та'ля, к такому милосу, субхану ва Та'ля. Хадж представляет нам какую-то, дает картинку, похожую на судный день, когда мы все вместе, на одном месте собираемся, в одной одежде. То есть среди нас есть там водитель, среди нас есть школьник, среди нас есть студент, среди нас есть имам, среди нас есть типутат, среди нас есть бизнесмен. Все мы равны перед Аллахом, субхану ва Та'ля, есть один только царь, Один создатель, и все мы остальные рабы. Аллах в Коране сказал Все, кто в небесах и на земле, в судный день, станут перед Аллахом рабами. И в этой жизни мы тоже все рабы Аллаха. И сейчас мы все одинаковы перед Аллахом. Что-то есть похоже на судный день, где есть давка, где есть вот это стояние, переживание. И Аллах описывает в судный день, посмотрите, что говорит. Судный день, вроде как страшный день, трепет. И Аллах сказал, в этот день Небеса закроются полностью облаками. То есть расколются небеса, облака. И Аллах принудительно в порядке с небес пустит ангелов. И дальше, Субхану Ва Та'ля, говорит, Субхану Ва Та'ля, Аллах, Субхану Ва Та'ля, описывает судный день. Страшный такой день, когда у человека есть трепет. Когда младенцы посидеют, а страхом перед Аллахом, Субхану Ва Та'ля, но несмотря на все это, Субхану Ва Та'ля, говорит, сегодня будет судить, кто милостивый. У Аллаха, Субхану Ва Та'ля, помимо милостивого имени, еще есть другие имена. Джаббар, мунтакин, наказывающие, великий. Но Аллах, Субхану Ва Та'ля, сказал милостивый. Это нам с вами дает, братья и сестры, что? Что? Надежду на милость Аллаха, Субхану Ва Та'ля. И сегодня мы обращаемся именно к этому милостивому Аллаху, Субхану Ва Та'ля. Именно к Аллаху, Субхану Ва Та'ля, прощающему, милосердному. Аллах, Субхану Ва Та'ля, по отношению к человеку, по отношению к тому человеку, который сказал, я ваш великий Господь, высокомерился, Ферраун. Аллах, Субхану Ва Та'ля, возненавидел его, ангелы возненавидели его. Когда в первую очередь, что он сказал? Ферраун сказал, То есть, я не знаю для вас иного Господа помимо себя. И вот эти реки Египта протекают под моими ногами. То есть, он говорит, я не знаю для вас другого Господа, я ваш Господь. Аллах, Субхану Ва Та'ля, ангелаху арбайна сэна. Этому человеку Аллах, Субхану Ва Та'ля, дал отсрочку, одуматься, опомниться, посылал знамения на протяжении сорока лет. И когда он сказал, Я не знаю для вас иного Господа помимо себя, в этот момент Муса, алейхиссалам, сделал дуа. И его дуа в Куране приводится, где он сказал, О, мой Господь, говорит, Муса, алейхиссалам, поистине ты дал фараону, его народу, красоту, изобилие этой жизни, власть, фараону ты дал имущество. Ведь они, много людей сбиваясь с твоего пути. О, Аллах, Субхану Ва Та'ля, запечатай их сердца, уничтожь их богатство. Поистине они не уверуют, пока не увидят сильнейшего наказания. Когда он просил эту дуа, ибн Кафир делает таксир этого аяту и говорит, Харун, алейхиссалам, рядом стоял и говорил, Амин, 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 три раза. И Аллах, Субхану Ва Та'ля, ответил на их дуа через сорок лет. В Коране на следующем аяте, Субхану Ва Та'ля, говорит, И ответил на ваше дуа, идите прямым путем, и не идите путем незнающих невест. Сорок лет Аллах, Субхану Ва Та'ля, давал ему срочку одуматься. То есть, по отношению к тому человеку, который сказал, Я не знаю для вас иного Господа помимо себя. И Аллах, Субхану Ва Та'ля, дал сорок лет ему о своей милости к нему. Подуматься, опомниться, вернуться к Аллаху. Но через сорок лет он что говорит? Я ваш великий Господь. И Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'ля, говорит, Аллах его уже тогда наказал за последнее слово. Какое последнее слово? Я ваш великий Господь. И за первое слово, Я не знаю для вас иного Господа помимо себя. И вот эту историю Джибраил, алейхиссалам, рассказал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхиссалам, как же умертвил Аллах, Субхану Ва Та'ля, забрал душу фараона. Когда он увидел, что уже ангелы смерти перед собой, сказал фараон, закричал и сказал, Я уверовал, говорит Аллах, Субхану Ва Та'ля, что нету иного Господа. Помимо того Господа, у кого уверовал, Бану Исраил, то есть в Аллах одного уверовал я, я из числа мусульман. И я из мусульмана. Аллах, Субхану Ва Та'ля, отвечает, Только сейчас я фараон. Только сейчас ты уверовал, а до этого ведь ты был из числа тех, кто распространял грехи невежно. И тогда, когда он повторял слова, Я уверовал в Аллаха, в того Аллаха, в который уверовал Бану Исраил, и повторял, когда он увидел уже перед собой ангела смерти. А мы знаем, что в этот момент Аллах не принимает тяубы, когда уже ангел смерти видит человек перед собой. Джибраил, алейхиссалам, рассказал пророку, и сказал, Я возненавидел фараона, когда он высокомерился и сказал, Я ваш великий господь. И в этот момент, когда он повторял, Я брал глину из моря, и затыкал рот фараону, чтобы он не сказал, Я боюсь, то, что Аллах проявит к нему свою милость и простит его, даже к нему, фараону, тому, кто сказал, Вот к этому Аллаху мы сегодня с вами обращаемся, братья, милостивому, милосердному, который любит прощать. Аллах любит прощать. Аллах в Коране об этом все говорит. Аллах хочет простить вас, говорит, Аллах хочет меня простить, тебя, брат, простить. Всех нас Аллах хочет простить. Аллах любит тех, кто просит у него прощения. Аллах любит, кто много просит у Аллаха прощения и каивается. А что просить прощения и каится? Человек от чего каится? От грехов. Аллах любит таких грешников, которые просят у Аллаха обращения и Аллах прощает их. Но Аллах знаете, кого не любит. Аллах не любит высокомерных людей. Аллах не любит, потому что это только прилежит Аллаху величие и высокомерие. Поэтому мы должны отчистить свои сердца. у кого спыльника и высокомерие есть, сказал Пророк, в судный день будет топтаться под ногами людей. И Аллах даже не посмотрит на него, и он не зайдет в рай. Поэтому мы должны уберечь свои сердца от высокомерия. Посмотрите, Адам, алейсалям, ослушался Аллаха. И они встретились потом, когда Аллах изгнал Адама, алейсалям, и Хава из Джанна, они встретились здесь, на горе, Джабалю Рахмад. И там у них была встреча. Почему Аллах просил их? Потому что у них был грех жахва. Страсть, запретный плод приукрашенный. Человек сотворил слабым, он откусил этот запретный плод, и Аллах изгнал его из рая. Он попросил прощения, Аллах простил его. Но Иблис тоже ослушался Аллаха. Но Иблис Аллах не простил. Почему? Потому что разные грехи. Адам, у нас, у человека, Адама, алейсалям, был какой грех? Был грех чахва, страсть, слабость. А у Иблиса был истегдар, высокомерие. Я лучше, чем Адам. Ты меня сотворил из огна, а его из глины. Поэтому Аллах не любит высокомерных. Аллах в Куране говорит, И Аллах не любит высокомерных людей. Поэтому мы должны очистить свои сердца здесь, братья и сестры, от высокомерия. Я в первую очередь к самому себе обращаюсь и ко всем к нам. Аль-хамдуля, мы здесь вот такие любящие друг друга ради Аллаха. Аль-хамдуля, вот как только шайтан нас будет звать в России, когда мы вернемся дома, на какой-то грех, на какой-то то, что противоречивающее тому, что мы сегодня с вами чувствуем, вспоминайте этот день, великий день. Может быть, мы сегодня сюда не сможем приехать, больше сюда больше не сможем приехать. Сколько людей, может быть, хотели в этом году попасть, но не смогли. Аллах забрал их души. Даже есть люди, некоторые братья, которые уже взяли путевки сюда, но Аллах забрал их души. Сколько людей, может быть, Аллаху Аля на следующий год, какие-то новые законы будут, и сюда мы не сможем приезжать, как во время пандемии мы видели. Поэтому это шанс нашей жизни. Фурсат Аль-Хайя. И не забываем ли, ради чего Аллах Субхану Аля нас сотворил. И как мы должны сейчас в этом месте сделаем дуа, иншаллах. Как мы должны вот этот день дуа, как обратиться к Аллаху? В первую очередь мы должны восхвалять Аллаха. То, что Аллах великий, Аллах создатель, мы его рабы, ты наш создатель, мы твои рабы. Ты сильный, Субхану Аля, мы немощные, возхвалять. Аллах любит, когда его восхваляют. Аллах Субхану Аля, когда сказал Адаму Аляссалям, О мой Господь, если бы ты всех был рабов, сделал бы одинаковыми, на что он сказал, Я Адам, инни ухибу ан ушкар. О Адам, я люблю, когда меня восхваляют. Как Аллах Субхану Аляссалям любит, когда его восхваляют, так же Аллах не любит, когда его слушаются, и когда высокомерятся. Но несмотря на все это, это ничем не навредит Аллаху Субхану Аляссалям. Также хотелось бы отметить, после этого мы просим дуа за нас, за близких, за судный день, за Ахират, за эту жизнь, за умерших, которые у вас, каждого есть у нас здесь, кто ушли из этой жизни, наши братья, наши сестры, наши родители, наши дедушки, бабушки. Для них, чтобы тоже был праздник в могилах, чтобы их и могилы тоже осветились. Также просить за уму пророка Мухаммада, саллаху аляссалям, за притесненных братьев наших. Также сделать салават за посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Поэтому я просил Аллаху Субхану Аляссалям, чтобы простил нам наши грехи, чтобы для нас в сердце не было места, для чего, кроме как возвеличено Аллаху Субхану Аляссалям. И это тот путь, на что отдали свои жизни посланники, сахабы, пророки, чтобы Аллах был самый великий, самый великий в сердцах людей. Сейчас, иншаллах, сделаем вместе дуа, и сунны лучше. Можете сесть, можете встать, повернуться в сторону Кааба, иншаллах. Субхан Аляссалям И Fauтина Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok اللهم انصر الإخواننا المستضعفين في برما وفي اليمن وفي كل مكان يظلمون يا ذا الجلال والإكرام يا رب العزة يا رب القدرة والعزة انصر الإخواننا في غزة برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكرومين واقضي دين عن المدينين واشه اللهم مرضانا ومرضى المسلمين وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا عاجلا غير آجل اللهم رد أمة محمد إليك ردا حميدا برحمتك يا رب العالمين ربنا آتي نفوسنا تقواها فزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إن التوبة بيدك والمعاصي وفي قضبتك القلوب والنواصي اللهم اغسل قلوبنا بماء التوبة وطهرها من دنس الحوبة اللهم سربنا في سرب النجابة وافتح لأدعيتنا أبواب الإجابة ووفقنا جميعا للتوبة والإنابة يا من إذا سأله المضطر أجابة اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ذلنا ظاهر بين يديك يا من هو عند قلوب المنكسرين يا آمن الخائفين أمن فزعنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم برحمة اللهم بآياتك عرفناك وبجهلنا عصيناك رأيناك رحيما فرجوناك قريبا فدعوناك ولولا حلمك ما سألناك اللهم يا حليم يا رحمن يا ودود يا من رحمته تسبق عذابه اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم اللهم إنك قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجيب دعوة الداعي إذا دعان ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة ولا تردنا خائبين اللهم إنا نعوذ برضاك من سختك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي فناء عليك أنت كما أذنيت على نفسك اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على محمد على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد اللهم أدخلنا في زمرته وأدخلنا تحت شفاعته يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا حرمنا من رؤيته وجه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا حرمنا من رؤيته في الدنيا فلا تحرفنا من رؤيته يوم القيامة في جناتك جنات النعيم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا صلى الله عليه وسلم